На дворе уже осень, и наше путешествие к истокам Крупных притоков Волги постепенно подходит к концу Последней в этом списке стала Созранка, начинающаяся в Барышском районе И как оказалось, отыскать ее исток было сложнее всего Даже доехать было не так просто Пусть был таков По дороге до Барыша, там уходим по трассе в сторону Николаевки И через несколько километров поворачиваем с села Румянцево И здесь необходимо найти нужный переулок, через который вы проедете на лесную дорогу Идущую к селу Крамалейков, в паре километров от которого и находится исток Созранки Правда для того, чтобы до него добраться, нам пришлось пройти квест с светлянием по полевым дорогам И пока мы трещемся на проселке, немного расскажем о самой реке Название Созранка происходит от тюркского Сыз, что означает овраг До середины 20 века ее название писалось как Сызран А в источниках 18 века иногда даже как Сызан Собственно, по названию реки получил свое имя город Сызрань История же Созранка отметилась тем, что на ней в 1929 году была открыта первая ГЭС по Волжье, ставшая сейчас музеем А мы тем временем добрались до места, которое нам указал один из жителей Крамалейки Это небольшой родник с часовней Недалеко от Истока Созранки находится вот такое красивое место Святой источник в грязной тишцовинке Одна беда, его, судя по всему, давно уже никто не убирал Им редко пользуются, и он весь зарос тиной Однако карта и навигатор говорят нам, что это не Исток Созранки Если верить им, то до начала реки идти еще метров 700 Идем дальше, благо пейзажи вокруг потрясающие Так и хочется поваляться в траве Если вам нужны идеальные среднерусские пейзажи Добро пожаловать в район Истока Созранки Но некогда раздерживаться Мы идем через овраги, которые во множестве примыкают к основному руслу Созранки Наконец доходим именно до того, что указано на карте, как русло реки И она оказывается высохшей На Созранке повторилась та же самая история, что и со Сывьягой Верховье пересохли, но только здесь дно не каменистый, а песочек Мы можем опять сплясать на дне Созранки Но ведь река же не пересохла окончательно И значит где-то можно отыскать воду Вопрос только в том, как далеко нам придется идти по руслу Как оказалось довольно далеко Да к тому же продираюсь через заросли карпивы Которая оказалась какой-то очень злой И прожигала даже через одежду Но вот за шумом листвы удалось различить журчание воды Не показалось ли? Не показалось Нашел! Нашел, нашел! Во, вода, вода! Воды было много Действительно речка А нынешний исток Созранки, как оказалось Мы посетили примерно за полчаса до этого Мы прошли по основному руслу Созранки метров пятьсот И все-таки нашли воду в этом основном русле Вот она, вот маленький родничок Который начинает вытекать туда Но все-таки основной поток воды сейчас идет в реку Из того самого родника с часовней Поэтому именно он сейчас основной исток Созранки Ну и конечно же наш, ставший уже традиционным ритуал Офигенная вода Неожиданный исток оказался не единственным сюрпризом в верховии Созранки Уже возвращаясь назад, мы поняли, почему со стороны родника вода текла столь бурным потоком За время наших поездок к истокам притоков Волги Сложилось такое впечатление, что у них просто не может быть по одному истоку Например, мы шли от основного русла Созранки Уже к машине, чтобы возвращаться домой И что же мы встретили на обратном пути? Вот эту плотину и вот этот пруд Можно сказать даже водохранилище Так что, как и в случае со Свиягой Промежуточным истоком Созранки Можно назвать трубу, выходящую из пруда Кстати, сам пруд весьма живописен Благодаря тому, что в нем теперь стоит часть березовой рощи Которая погибла от избытка воды Такая вот вечная весна у истока Созранки От которой нам пора отправляться в бассейн Ульяновск Игорь Уличин, Юрий Конихин, Ульяновская правда Мы сделали это, да, наконец-то Как вода? Вот такая Редактор субтитров А.Семкин